Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я сегодня с утра чуть-чуть поплакала. У меня глаза опухшие. Не обращайте внимания. Я сейчас вам расскажу, что случилось. Азербайджанский блогер Кемран Размавар хочет разбить мне семью. И в основном все азербайджанцы хотят мне просто разбить семью. Значит, люди, я не знаю, что азербайджанцы хотят от меня. Значит, они берут мои видео с Ютуба, ставят мою аватарку в ТикТоке, вылаживают кусочки, что им выгодно. Якобы я мужа использую. Якобы я над мужем издеваюсь. Якобы я не знаю, какая-то там зверь. что муж меня не любит, муж меня бьет. Издеваюсь я над мужем. И вот это все с такими надписями большими пишут Арменоидка. Испанец, беги от нее. И начинают вот это позорить меня. Арменоидка моет унитазы в Европе. Вот такими вещами. Так, ладно, это еще не все. Но дело в том, что Кямран Размавар, я наконец-то его блокнула. У меня был его ватсап. Я вам сейчас объясню, почему. Я его блокнула. Да. Короче, мы с ним начали общаться после того, когда он со мной сделал эфир. Это было давно. На пять минут. Но он за пять минут этих пропустил пять ошибок. В общем, я думала, на этих пять ошибок его кинуть хорошо. Он, наверное, выпивший был. Он выпивший был, да. Он после какого-то там мероприятия, он выпивший пришел и хотел же... В общем, видимо, кого-то подставить, как всегда, а подставился он со мной. И ночью, когда я легла спать, мой телефон тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь, хотя на силенции был, на вибрации был. Ну и в три часа ночи мой муж говорит, что ты все время в телефон? Говорит, а мне кто-то пишет в личку, в ТикТоке. Я захожу, а там даешь разрешить комментарии или нет. Я смотрю, Кямран Размавар, думаю, что такое, что мне хочет. Даю разрешить комментарии, чтобы прочитать. Пожалуйста, вычеркни это видео. Я тебя умоляю, я тебя прошу. Я тебя умоляю, вычеркни это, вычеркни, вычеркни. Думаю, что случилось? Он говорит, я тебя прошу, это видео вычеркни, не выставляй нигде. Мне за это будет, говорит, в Баку. Ты знаешь, что мне за это будет? Потому что я дружу с кланом. Мы, в общем, поняли президента. Ты знаешь, что мне за это будет в Баку. Мне обещали за это. Может, мне, в общем, вы поняли. Вот мой телефон. Звони мне срочно, я тебя прошу. Я умоляю тебя. Три часа ночи, девочки. Я мужу объясняю. Пиши ему, что ты хочешь. Пожалуйста, сделай фото, покажи мне, что это. Это как раз было 8 марта. 8 марта. Почему я помню? Потому что он даже поздравил, сказал, что я всех армянских женщин поздравляю 8 марта, потому что армянские женщины самые красивые, представляете? И он, видимо, выбивший был и это высказался. Да. И он начал просить, умолять. И потом говорит, пожалуйста, сделай фото, что ты удалила это все. И меня просто знаешь, что за это будет. Да, у меня дети, я хочу их вырастить, понимаешь? Ты не верь в то, что я делаю в соцсетях. То, что я делаю, это игра. А то, что я делаю... Поэтому то, что я в WhatsApp, это я на самом деле есть. Я дружу с армянами, я уважаю армян. Вот он так и говорит, понимаете? Ну, мне просто пожалело его как человека. Думаю, может, просто он хочет какую-то должность занять. Поэтому он в соцсетях себя так ведет, чтобы подняться. А именно в WhatsApp по-другому говорить. Ну, как-то он иногда спрашивал, да, там, привет, Алина, как дела? Ну, иногда, конечно, обижалась, потому что он копается в Инстаграме, ВКонтакте, в антоклассниках, ищет каких-то людей, таких, которые там обижники или еще что-то. С ними выходит прямой эфир. Когда с ними выходит прямой эфир, если он ошибается в них, если этот человек сильнее, имею в виду армянин, если он сильнее его, он что делает в прямом эфире? Начинает орать и начинает кричать, а мы за 44 дня вас... Начинает орать и флаг показывать, и отключается. А если он видит, что человек просто против, значит, да, да, вы хотите дружбу, правильно, это же азербайджанская территория, никакая не азербайджанская территория, так что не надо, понимаете, и мой Арцах вообще не трогайте. Ну, короче, я увидела, что этот человек просто хочет обмануть, он все время просил со мной прямые эфиры, прямые эфиры, я психанула, конечно, он тронул наших детей, он сказал, что мы вас за 44 дня, и я его тоже хорошо задела, мы друг друга блокнули, я его взяла вообще в WhatsApp, блокнула, чтобы он вообще мне не писал, потому что, вы представляете, он мне говорит, я обожаю армянских женщин, я когда ем, говорит, персик, я так люблю говорить женские части, что когда ем персик, мне кажется, что это женская попа, представляете? А зачем мне это рассказывать, блин? Я сейчас и персик перестала есть. В общем, что сейчас он делает, этот Кемран? Получается, он сейчас всех армян настроил против Алексаняна. Недавно в Москве Давида избили, и он сейчас Давида против армян настраивает, и против Алексаняна. Говорит, Давид, скажи, что это тебя Алексанян попросил, чтобы после Алексаняна эфира тебя избили, из-за того, что Алексанян сказал, не выходите с Кемраном прямой эфир, представляете? Я звоню этому Давиду, говорю, выходи с этих азербайджанских групп, выходи оттуда. Это не Алексанян сделал, не слушай ты его, он тебя просто против армян настраивает. А азербайджанцам что надо, чтобы армян просто против армян настраивать? Это их оружие, понимаете? Я только что с Давидом разговаривала, говорю, это не Алексанян, он тебе врет, они просто нас хотят как бы... Боже, я в шоке, что творится? Я не знаю, что эти азербайджанцы хотят от нас. Они без нас не могут свои каналы развивать. Что в ТикТоке, что в Ютубе, понимаете? Вот я вообще не понимаю. Ай, это ужасно. А вот ихняя вот эта Айла, это вообще, это вообще девочки, мальчики, это вообще... Айла снимает ролик, говорит, я выбрала уже себе место отдыхать в Арцахе. Я думаю, как в Арцахе она едет отдыхать? Звоню брату, говорю, что азербайджанцы что в Арцахе? Говорит, нет. Я говорю, да нет, вот мне она сказала, что азербайджанские войска уже в Арцахе. Мой брат говорит, нет, Алина. Вообще ничего не пойму. Эти азербайджанцы, я тебе честно говорю. Мой муж уже мне сказал, Алина, бросай все. Я, короче, хочу бросить ТикТок. Но мне есть пять вещей, которых я должна сделать. Вот когда сделаю этих пять вещей, я ухожу с ТикТока. Да, потому что они уже один канал так нажаловали, что удалили. Но ничего страшного, мы не сдаемся. Мы самые сильные женщины. А еще, почему я себя начала назвать Арцахская царица? Потому что был прямой эфир Кемрана. Он начал говорить, армянские женщины, это самые красивые женщины. И в это время его девушка, которая приехала с Питера к нему, они еще не женаты, представляете, вот они на меня говорят, что якобы я живу гражданским браком с моим мужем. А вы-то знаете, что я вышла замуж за него. Да. И она ему что-то говорит, а он так, еще две недели только было, что она приехала. И он так говорит, замолчи, да? А потом он так, ты моя Арцахская царица. И так и я осталась Арцахская царица. Ты моя левица, ты моя царица, ты моя левица, Арцахская царица. Так что вы мне там пишите, что Алина с Кемраном, да, тра-ля-ля, не выходи. Я с ним не выхожу, прямые эфиры. Наоборот, я, вы знаете, что я ему всегда говорю, это Арцах, это Арцах, это Арцах, и это наш Арцах, и это, это моё, это моя земля. Но он якобы хочет мир, он подставил Агаси тоже очень некрасиво поступил с Агаси. Он блокнул Агаси в Ацапе, потом, когда ему надо было, знаете, что он сделал с Агаси. Агаси ехал на машине, он Агаси разблокировал, звонит Агаси и говорит, Агаси, срочно зайди в Зум, это проба для общения, чтобы к миру идти. К Агаси начал разговаривать в Зуме и взял это видео, выставил, куда же выставил? Блин, как это про передачи называется? Телемост Азербайджана, телевидение Азербайджана. Агаси вообще в шоке, он не ожидал. Агаси даже в прямом эфире ему сказал, зачем ты это сделал? Он говорит, а что я сделал? Представляете? Вот так даже, вот верим, представляете? А сейчас они мне говорят, что вот такие видео берут у меня с этого, с Ютуба, и название меняют и оскорбляют Арменоидка, Мощь унитазы, Муж беги, Оскар беги, Муж изменяет Алине, Алина забрала все деньги от мужа, Муж остался без денег, Арменоидка оставила без денег испанца, Боже, азербайджанцы, остановитесь! Если вы не остановитесь, хотя я этот аккаунт, уже извините, потому что это авторские права, если вы не остановите, я тоже могу это сделать, значит, я по-другому буду делать, посмотрю, вам понравится или нет, я же вас не трогаю, я вас вообще не трогаю, я живу для себя, и когда вы меня, если не оскорбляете, я вообще к вам не лезу, если я под какую-то армянскую музыку что-то делаю, вы заходите, и меня мать, мужа, ребенка оскорбляете, я молчу, блокирую, блокирую, где по 30, по 50 человек, ну, конечно, на одном уже я взрываюсь и отвечаю, а потом говорите, что почему и к чему, так что остановитесь, не трогайте меня, значит, с сегодняшнего дня вашей тоже ютуберской, азербайджанской женщине видео будет тоже в ТикТоке, тоже название будет Азербайджанская женщина, вот это все, я посмотрю, вам понравится или нет, я не хотела женщин трогать, но вы мне заставляете, не хотела женщин трогать, но вы мне заставляете, потом говорите, что Алина плохая, Алина никогда никого не трогает, пока вы меня не трогаете, живите спокойно, ну, живите, да, жизнь дается один раз, живите, живите, Ладно Мои Любимые, я всех люблю И всех обожаю Уважаю Спасибо за ваши лайки, дизлайки За комментарии Берегите себя И что я вам могу сказать Живите дружно Бог создал Столько людей, столько наций Столько языков Конечно, мне в душе обидно Что люди не могут делить кусок земли И столько вот это Ребят, столько Детей просто Погибли Я так хочу, чтобы Остановилось это все Остановилось Так что Всем пока-пока